Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, а это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком, и это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть закрытый канал на Boosty, вот здесь вот слева сейчас появится QR-код, по которому вы можете перейти, и за подписку всего в 299 рублей в месяц смотреть шок-расклады, топ-контент, которого нет и не будет здесь на YouTube-канале, потому что YouTube это просто-напросто заблокирует. Также у меня есть Telegram-чат, где мы общаемся с моими подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на Boosty и на YouTube-канале. А с нами сегодня карта Devian Moon, безумная луна Патрика Валенца, и, кстати, именно по этой колодзе у меня недавно вышел авторский курс, состоящий из 7 полноценных уроков, где вы обучитесь не только персонажам карт, но также обучитесь персональному гаданию, клиенту. Поэтому ссылочка будет где-то здесь. Курс стоит всего 1990 рублей за 7 полноценных уроков обучения именно этой колодзе карт. А сегодня у нас на повестке дня Роман Костомаров. В сети активно обсуждается явный, на взгляд, поклонников подмена Романа Костомарова, который, напомню, не так давно вышел из комы. Сегодня узнаем на карте 2, жив ли настоящий Роман, есть ли у него двойники и для чего здоровому мужчине ампутировали конечности. Здравствуйте, карты. Первый вопрос, который я бы вам хотела задать, это жив ли настоящий Роман Костомаров, тот Роман Костомаров, которого мы знаем как олимпийского чемпиона. Жив ли настоящий Роман Костомаров, карты, скажите нам, пожалуйста, правду. Жив ли настоящий Роман Костомаров? Жив ли сейчас, на данный момент времени, настоящий Роман Костомаров? Ну, у нас старшие арканы не выпадают на мёртвого человека, помните, да? Карты двора, старшие арканы не выпадают на мёртвого человека. Он жив, но что-то в нём переделали. Что-то переделали, что-то, ну, та же самая ампутация, да, опять-таки, да, переделали, подстроили под себя. Подстроить под себя – это может быть как программа МК Ультра, да, то есть программа с сознанием, да, что-то делают его. Видите, на голове человечка что-то чертят, да, что-то строят из человечка. что-то делают, как-то из него даже кровь у человечка ведёт. Как-то из него делают того человека, который важен и нужен для тех людей, которые сейчас управляют романом, понимаете? По колесу фортуны, да, жив, да, жив, но что-то фаталити, да, здесь. Какое-то фаталити произошло. Колесо фортуны в данном случае в картах Девиан Мун это карта фаталити, фатализма. Больше уже не вернуть назад того, что было раньше. У него две десятки здесь, два перехода в новую жизнь. Один переход, переход того, что больше не вернуть назад, да, что-то случилось такое, чего назад уже не вернёшь. Его как-то переделали и подстроили под себя, да. Это нам ещё раз доказывает то, что ампутация его конечностей, то, что он заболел, он заболел не просто так. Ему ампутировали конечности, переделали его под себя, поставили какую-то программу сознания на романы, да, и сейчас роман не тот роман, какой он был прежде, скажем так, да. Карта фатализма опять-таки показывает нам, во-первых, то, что роман жив, а во-вторых, то, что иного пути уже не будет у него, да, такой, какой есть сейчас. И карта десятка мечей, через какие-то страдания, через какую-то боль он перешёл в новую жизнь. Два раза он перешёл в новую жизнь. Чего-то назад не возвратится, и через какие-то страдания, через какую-то боль он перешёл во что-то новое. Иными словами, жив ли Роман Кустамаров настоящий, тот, которого мы знаем как олимпийского чемпиона, да, он сейчас жив, но что-то с ним случилось не то. Во-первых, что-то случилось с ним, во-первых, ему ампутировали конечности, поставили протезы, да, и он перешёл через боль и страдания в новую жизнь, и уже не вернут назад того, что было. И он уже не будет таким, как прежде, не только физически, но и морально. И его как-то сейчас подстраивают под себя. Тройка Пентаклей говорит, ещё раз говорю, да, о том, что его сознание сейчас где-то вне этого времени, скажем так, да, в каком-то пространстве. Он не понимает, что он говорит, возможно, да, возможно, он не понимает, что он делает, возможно, его заставляют через какую-то программу наподобие МК Ультра, которую я разработала СРУ в 50-х годах, да, для промывки мозгов. Возможно, именно такую программу на нём сейчас применяют, на него сейчас применяют, да. И вот здесь вот говорится об этом. Да, роман жив по «Колесу фортуны», настоящий роман, но он сейчас совсем не тот, каким был прежде. Есть ли у Романа Костомарова двойники и дипфейки, да? Ну, то же самое, в принципе. Есть ли у Романа Костомарова сейчас двойники, дипфейки? Есть ли у Романа Костомарова двойники? Есть ли у Романа Костомарова двойники, дипфейки? Да, конечно, есть их много, их несколько, да, их четыре или даже, возможно, пять человек по «Королеве Пентакли». И это нужно для какой-то выгоды. И какая-то выгода в этом есть, да, «Королева Пентакли» – карта выгоды, карта женщины, которая ищет какую-то выгоду через деньги, да, прибыль, ей нужна только прибыль. Вокруг неё очень много детей, вокруг неё очень много людей. На одного ребёнка она даже, обратите внимание, наступила, и «Королеве Пентакли» важна только выгода. Для выгоды какой-то в плане денег, в плане какой-то реализации, да, сейчас важны вот эти дипфейки, вот эти двойники Романа Костомарова. Их несколько, четыре или пять человек. Да, да, его самого держат в тисках, его самого как-то охраняют в «Карте мир», а говорит о том, что человек невероятно творческий, невероятно талантливый, который мог бы достичь большого успеха. Он сейчас не имеет ног, причём я не иронизировала в прямом и переносном смысле этого слова. Его охраняют какие-то два зверя активно, да, и змея Ура Борос, которая замкнула круг и съела сама себя, говорит о том, что его не выпускают откуда-то, да, то есть он находится в каких-то тисках, он находится в каком-то таком состоянии, откуда его не выпускают. Опять-таки программа сознания, его не выпускают либо морально как-то, да, либо физически. Да, действительно, у Романа Костомарова есть несколько двойников, дипфейков, четыре или пять человек. Сигнификатор Романа сейчас, как настоящий Роман Костомаров сейчас себя чувствует, как он себя ощущает в этом мире. Давайте посмотрим его настроение, его исключения, его эмоциональный фон. Сигнификатор Романа Костомарова, настоящего Романа Костомарова сейчас. Покажите нам, пожалуйста, карты. Сигнификатор настоящего Романа Костомарова сейчас, как себя сейчас настоящий Роман Костомаров чувствует, ощущает, что он думает об этой жизни. если вообще думает, сигнификатор настоящего романа Костомара сейчас. Но он в апатии находится, он всё-таки понимает так или иначе, что происходит с ним. Девятка, во-первых, девятка – это карта стагнации. Это карта, когда человек не эволюционирует, а наоборот деградирует. Печальный человек ушёл с вечеринки, на нём маска, маска радости, маска счастья. Однако посмотрите, какое у него на самом деле грустное лицо. Он абсолютно лысый и абсолютно босой. Что это означает в картах Таро? Человек, потерявший свои волосы, становится очень уязвимым, понимаете, перед внешним миром. Человек босой, да, он чувствует себя как дома в целом, да, его окружают, возможно, друзья, возможно, родные, да. Но посмотрите, как ему грустно от того, что у него нет рук. У него нет рук. У нас есть руки с вами, мы можем что-то потрогать, пощупать, что-то сделать своими руками, да. Мы не манипулируемы. Но когда у человека нет рук, он просит у кого-то помощи, просит, чтобы ему подали ложку, там, допустим, давилку и так далее, да. Он не может сам завязать шнурки, он, там, я не знаю, не может что-то сделать своими руками. Он манипулируем сейчас кем-то, ему от этого очень тяжело. Какой-то маленький огонёк надежды, состоящий из одного жезла, он ещё горит пока, да. Но все восемь жезлов, они просто летят в топку. Почему? Потому что Роман чувствует себя, немножко расфокус был, друзья мои, простите. Роман чувствует себя сейчас очень уязвимым перед внешним миром, перед определёнными людьми, да. И он чувствует, что он не обладает сам собой. Ему от этого грустно, ему от этого печально. У него есть маленький огонёчек надежды, но он ничего с этим, с этой ситуацией не может поделать, понимаете. А девятка – это стагнация, это когда мы стоим на месте, когда мы не эволюционируем, когда у нас нет рук не в прямом смысле этого слова, друзья мои, а в том, что мы манипулируем другими людьми, понимаете. Понятно, что нет рук, ему вставили протезы и так далее и тому подобное, но здесь дело касается совершенно другого. То, что он уязвим перед определёнными людьми и то, что они им управляют. Вот это сигнификатор Романа сейчас. Случившееся с Романом по судьбе – это карма. Карта, скажите нам, пожалуйста, правду. Случившееся с Романом Костомаровым – это ему по судьбе шло? Это его карма или что это такое? Случившееся с Романом Костомаровым – это ему по судьбе? Это его карма или что это такое? Почему так произошло? Случившееся с Романом Костомаровым. Тут, знаете, если бы он не был таким ведомым, этого бы не случилось Вот в чем дело, карта солнца она такая центральная, она указывает на то что в жизни есть люди ведомые есть люди ведущие Тут, обратите внимание, парочка танцует под палящим солнцем один ведет другого, кто-то в танце всегда танцует другого, скажем так если бы он не был таким ведомым он бы не попался на глаза никому королю кубков, король кубков, человек который живет за счет других, человек, который считает себя бога избранным человек, которого выбрали другие люди обратите внимание, это человек какой-то очень значимый, человек, которого знают очень многие, который поработал над сознанием романа вот если бы роман не был таким ведомым в жизни как бы это сейчас ни звучало, если бы он не был таким добродушным, добросердечным, скажем так, это не всегда в нашей жизни спасает нас, уберегает от каких-то последствий, вот тогда не попался бы он на глаза некому королю кубков. Король кубков, некий человек, возможно, из его окружения, вполне возможно, что он из его окружения. Шестёрка Жизлов говорит нам о том, что этого человека избрал народ, и этот человек чувствует себя чуть ли не богом. Человек, кстати говоря, возможно, вполне возможно, из правительства. И вот Роман чувствует себя, возможно, обязанным ему, возможно, он чувствует этого человека чересчур значимым. И вот этот король кубков вьёт сейчас из романа «Верёвки». Роман перед ним сейчас как отшельник, хотя Роман долгое время пытался убежать от этой участи. Он понимал, что с ним произойдёт. Голый ногой Роман пытался убежать от этой участи. Он как отшельник перед этим королём кубков. Вот если бы Роман не был таким ведомым, с ним бы ничего не произошло. Если бы Роман не был человеком, на котором можно было заработать кучу денег, по семёрке Пентакли, да, ведьмочка тычет в дерево, который пытается, превозмогая боль, стрясти с себя плоды, стрясти с себя Пентакли. Вот сейчас как это дерево чувствует себя Роман. Ему больно, ему плохо, но с него пытаются стрясти Пентакли. Почему? Потому что этот человек может принести уйму денег. Вот некоторые люди подумали о том, что Роман действительно очень уязвимый молодой человек, который не сможет спрятаться, который имеет какие-то определённые, кстати говоря, комплексы перед обществом, есть какие-то психологические травмы. Этого человека, как отшельника, принёсшего какую-то утрату, возможно, или какую-то душевную боль, очень легко себе починить. И вот эти люди его себе починили. Кто-то, ещё раз говорю, в танце ведёт, а кто-то ведомый. И поэтому так всё случилось. Это не судьба, это не карма. Её можно было избежать, но, к сожалению, Роман не смог её избежать, потому как не было в нём той силы духа, наверное, которая должна была, чтобы избежать вот этой кармы по королю кубков. От этого человека, скажем так. Мне вопрос задал подписчик в передаче «Секрет». Вот здесь вот сейчас появится фрагмент из видео. В передаче «Секрет», где недавно брали интервью у Романа Костомарова, настоящий ли это был Роман Костомаров? Меня спрашивает подписчик. Настоящий на Роман Костомаров был буквально недавно в передаче «Секрет». В передаче «Секрет», где недавно брали интервью у Романа Костомарова. Настоящий ли Роман Костомаров? Или это его двойник? В передаче «Секрет», где недавно брали интервью у Романа Костомарова. Настоящий ли это Роман Костомаров? или это его двойник? Настоящий ли это Роман Костомаров, или это его двойник? Нет, это не Роман Костомаров, был в передаче «Секрет», однозначно нет. Это тот, кто перенес тоже какую-то тяжесть, да, то есть вот эти двойники, которые сейчас за место Романа Костомарова ходят везде, да, им тоже как-то тяжело, им тоже как-то непросто, возможно, это тоже люди-инвалиды, скажем так, да, которые потеряли какие-то конечности, невозможно, а точно, да, но это однозначно не Роман, это был человек, который тоже перенес какую-то трату, которому тоже тяжело, да, но который работает на кого-то, да, заменяет Романа Костомарова, скажем так, да, да, здесь карта мошенничества, здесь двойное дно, карта цыганки, которые танцуют на честную публику, пытаясь забраться в карман к богатеям, да, чтобы забрать свои пентакли. Чтобы забрать свои пентакли, люди поступают нечестно, и люди сейчас играют на чувства других людей с помощью двойников Романа Костомарова. Это был не Роман Костомаров, эта карта однозначно говорит нет, это был человек, который тоже перенес какую-то тяжелую операцию, какую-то утрату тяжелую, да, может даже говорить вообще о другой, о принадлежности к другой религии, возможно, да, другая раса, потому что здесь у нас вообще крокодильчик, да, не человек, поэтому здесь даже может быть кровь другая, да, какой-то кавказской лициональности, может быть человек или татарин какой-нибудь, да, по двойке пентакли, здесь говорится, что, ну, мошенничество, да, это не Роман Костомаров был в передаче «Секрет» недавно. Роман – это сакральная жертва сатанистов, задал мне вопрос подписчик. Роман – это сакральная жертва сатанистов, это как жертвоприношение было, или что это, да? Роман Костомаров – это сакральная жертва сатанистов. Это жертвоприношение кому-то из богов, дьяволов, людей-иллюминатов, скажем так. Роман – это сакральная жертва сатанистов. Ну да, да, однозначно. Десятка Пентакли, я ждала эту карту. Я ждала, что выпадет эта карта. И если она выпадет, я скажу однозначно, да. Да, конечно, его легко было, опять-таки, себе подчинить. Он как маленький мальчик. Ему очень тяжело было воспринимать какую-то критику. У него есть какие-то психологические травмы. Кстати, психологические травмы, я хочу вам сказать, на фоне женского какого-то рода. Кто-то из женщин, либо мать, либо бабушка, либо, собственно, супруга. Кто-то на него когда-то наседал, либо в детстве, либо в юности, либо уже в зрелом возрасте продолжалось это, что он не мог как-то перечить женскому полу. Он чувствовал себя в какой-то заперти. Он в целом с детства и с юношества чувствовал, что он очень талантливый человек, но он чувствует себя в заперти. Ему не дают вырваться на волю. Он совершенно другой. Есть что-то неправильное в том, что с ним происходит по влюблённым. Влюблённая – это карта не только влюблённых, или карта выбора. Эта карта ещё неправильна, то, что происходит. Это неправильно. Этого не должно было быть. В целом, это да, это сакральная жертва, которую выбрали сатанисты, иллюминаты. Десятка пентаклей как раз говорит о людях, которые играют в людей. Два человека богатых играют в шахматы, а под шахматным столом вместо стола сидит человек. Именно он является сакральной жертвой. Сакральная жертва почему так было легко починить? Потому что есть какие-то свои минусы в человеке, в психологическом плане, что он всю жизнь чувствовал себя закованным в какие-то тиски. Он всю жизнь чувствовал себя угнетённым женщинами. И всю жизнь чувствовал, что как-то неправильно всё происходит. Ну да, действительно, вы горчёвываете сухой зимой чеснок. И последней каплей стало что-то. Последней каплей стала какая-то, возможно, ссора с женщиной. Или, возможно, что-то по поводу женщины. Какая-то последняя капля была у романа, когда он стал очень унизвим. И его можно было вытянуть в эту болезнь, скажем так. В эту придуманную болезнь. Да, некий король Пентакли очень сильно постарался, потому что хотел много-много денег заработать на романе. Тот же самый король Кобков, тот же самый король Пентакли, король Кобков, который ездит на ком-то за чужой счёт, любит чужие деньги, любит много денег. И вот он из мира иллюминатов решил выехать на романе Костомарове и решил сделать на нём такую замечательную рекламу. Это не просто жертва сатанистов, не просто жертвоприношение, это ещё огромные деньги, огромная такая большая реклама, реклама протезов, если вы понимаете, о чём я говорю. Но этого не должно было произойти, если бы роман не был психологически уязвим с детства. И последней каплей стала какая-то ссора с какой-то женщиной, после чего его можно было вытянуть в эту болезнь и придумать всю вот эту ваканалию, всю вот эту театральную постановку, которую мы с вами наблюдаем с Романом Костомаровым уже долгое время. Для чего романы Костомарова оставили в живых? Ну, собственно говоря, этот вопрос мы не будем поднимать, потому что его не собирались умерщвлять. Роман Костомаров нужен был для другого. Это жертвоприношение, а также жертвоприношение с более-менее радостным для человека исходом, скажем так, да, человек остался жив, хотя я не знаю, что в его случае было бы лучше, потому что он сейчас является марионеткой, да, для сатанистов, собственно говоря. Роман осознает все, что с ним сделали, что это было спланировано. Роман осознает все, что с ним сделали, что это было спланировано. Роман Костомаров осознает, что все, что с ним сделали, это было спланировано. Роман осознает, что все, что с ним сделали, Это было спланировано. Он очень верит своей семье. Он очень доверяет, но доверять там нечего, хочу сказать. Объясняю карты, друзья мои, да, карты черного и белого, карты добра и зла, карты, где дети смотрят театрализованное представление и смотрят и наблюдают за чертиком и за ангелом. Но мы не понимаем. Может быть, за лицом ангела прячется наоборот бес, а за лицом беса прячется ангел. Дети пока не понимают, за кого они, да, кому они больше симпатизируют, скажем так. Вот шестерка кубков указывает нам на то, что мы где-то неправильно о чем-то думаем или о ком-то думаем, где-то мы оступились. В данном случае он думает о семье очень хорошо, о своей супруге в данном случае. Но я хочу сказать вам, все, кто любит там Оксану Домнину, надо меня сейчас закидывать грязными тряпками, но Оксана Домнина о всем знала. И все, что сейчас происходит с семьей, то, как он доверял ей, на самом деле он ошибается очень сильно. Он ошибается по фаталити, по карте колесо фортуны, фатализм, я вам уже рассказывала, что это такое, он думает, что с ним так и должно было случиться, что вот через боль и через страдания он должен был выйти в новую жизнь, что вот после боли и страдания он станет всеми любимым и всеми значимым снова. Его снова выберет толпа людей, он снова будет знаменитым, он снова выйдет на ледовую арену. Ему это почему-то так важно. Ему почему-то так важно, он почему-то настолько уязвим вот перед тем, чтобы он нравился людям. Почему-то вот ему это нужно, ему нужно вот это благоговение от людей, понимаете? И он даже не думает сейчас о том, да, ему грустно, да, он по пати, да, он понимает, что он манипулируем какими-то людьми, но он не понимает самое страшное, что это с ним сделали специально. Понимаете, о чём речь? Понимаете, о чём речь? Срубает человек плоды своего собственного труда. Он думает, что по своей собственной вине он сам себе отрубил ноги, да, то есть коса, неправильно женщина взяла косу, и сейчас она себе отрубит ноги. Не отрубит вот эти стебли, которые она хочет отрубить, да, а она отрубит себе ноги. По восьмёрке жезлов он думает, что он сам себе отрубил ноги, сам себе, простите, у меня за выражение, отрубил конечности, да, заболел, там, вышел на лёд, там, так, как температурил, да, и так далее. но ворона несёт ему весточку и говорит, Роман, очнись, это не так. Тебя погубили другие люди, но он не думает об этом. Он думает о том, что это фатализм, это должно было так произойти по колесу фортуны, по колесу его судьбы, и он переродился, вышел в новую жизнь, сейчас его ещё больше полюбят, и он очень доверяет своей семье, но он не видит, где чёрное, где белое, понимаете? А это нужно знать, и именно в семье там большая такая загвоздка, именно с супругой, да, я не буду сейчас никого обвинять, но там очень-очень всё непросто. Осознаёт ли Роман? Нет, не осознаёт он до конца, что с ним произошло, он думает, что он сам виноват во всём. Роман осознанно согласился стать живой рекламой протезов или его заставляют? Роман Костомаров осознанно согласился, карту упала, сейчас я её открою, стать живой рекламой протезов или его заставляют сейчас? Роман осознанно согласился стать живой рекламой протезов или его сейчас заставляют? Заставляют, конечно, карта. Давай быстрее, давай быстрее, давай скорее, нам нужны денежки, нам надо зарабатывать, на чём как не на протезах мы сейчас на себе можем заработать. Быстрее его как-то подталкивают, он не то чтобы не соглашается, да, он в целом доволен тем, что сейчас происходит, он доволен тем, что он выжил, да, то, что он сейчас с семьёй находится, да, но его как-то вот побыстрее, да, как подбадривают, ну давай, ну скорее как-то, да, вот реклама протезов, опять он не видит, где чёрное, где белое, да, снова. В целом он согласен, но его как-то вот побыстрее, поскорее, ну да, он закован в тиски, и его им управляют, понимаете, потому что я же ничего сказать не могу, даже его мысли я не вижу в своих собственных. Я вижу только апатию, депрессию, грусть, что всё так и должно было случиться, но в целом, если я сейчас выйду на лёд, я всех обескуражу, я выйду снова тем Романом Костомаровым, которым он был раньше, да, но такого не будет, к сожалению. У него очень много двойников, о которых, я так понимаю, он даже не то что не подозревает, а у него запрограммированное сознание, да, и он не понимает, где настоящее, где ненастоящее. У него сознание запрограммировано, какой-то программы наподобие МК «Утро». Он находится вот в запрограммированности этого мира, скажем так, его подбадрим, быстрее, скорее, давай снимать рекламу протеза, скоро будет реклама, да, я думаю, что большая протезирование, тем более у нас СВО ещё не закончилось, да, и так далее. Что поспособствовало Роману быстро встать на протезы? Он достаточно быстро встал на протезы после того, как, извините, ему ампутировали конечности, да, так обычно не бывает так быстро. Это сила воли нужна какая-то, либо какие-то препараты, медикаментозные или наркотические. Что поспособствовало Роману быстро встать на протезы? Что поспособствовало Роману так быстро встать на протезы? Что поспособствовало Роману так быстро встать на протезы? Что поспособствовало Роману так быстро встать на протезы? Это была сила воли Или это какие-то препараты? Силия воли. Да, у себя все сила воли. Кстати, препараты, возможно, и были какие-то медицинские. Я не могу сказать, что какого-то наркотического характера были препараты. Нет, да, ничего не пил по сути, да. Никого не слушал, ничего не пил. Усилия воли. Усилия воли, выкорчеваете сухой земли чеснок. Да, в этом плане он молодец, он боец. Действительно, мне Роман был в коме так долго, и так долго лежал в больнице, как нам всем говорили. Действительно ли Роман так долго лежал в больнице, как нам всем говорили? Действительно ли Роман Костомаров так долго лежал в больнице, как нам всем говорили? Нет Тут занимались промывкой его мозгов Тут занимались промыванием мозгов Сознанием его Тут как раз применялась какая-то программа Возможно, да, он был в больнице Но здесь над ним поработали люди Здесь с ним играли с его чувствами С его разумом Контролировали его сознание Смотрели, как на него подействует Та или иная программа Те или иные, возможно, составляющие компоненты Именно для его конкретно мозга Здесь он не пребывал Такое долгое количество именно в коме И не был именно в больнице Долгое количество времени Его быстро как-то оживили, встряхнули И применяли над ним какие-то эксперименты Эксперименты по десятке пентаглей По шахматной доске Люди, которые играют в людей Да, маг, магичили Тут еще черная магия очень хорошо задействована Эксперименты МК-Ультра Промывка мозгов, сознания Чтобы он, не дай бог, ничего не подумал Не дай бог ничего не заподозрил Не дай бог что-то ни то не сказал Да, и он себя сейчас не помнит, что произошло Он не помнит, что произошло Он не знает, что с ним происходило Он думает о том, что он действительно лежал в коме долгое время Был в больнице долгое время Возможно, это и происходило в больнице Я не говорю, что он не лежал Я говорю, что именно в больнице Происходили над ним какие-то телодвижения После которых он ничего толком не помнит И такое ощущение Как будто они выжидали определенное время Что вот-вот он созреет Его сознание помутнеет Его разум станет другим И он станет совершенно другим Романом Костомаровым Который ничего никому никогда не расскажет Вот об этом здесь речь Если есть какие-то еще вопросы у вас По Роману Костомарову Мы сможем сделать еще видео Друзья мои, задавайте вопросы Пишите комментарии об этом человеке Все-таки этот человек действительно Очень интересен аудитории Интересна его дальнейшая судьба Пишите Я практически все комментарии читаю Я вас очень люблю, друзья мои До новых встреч